Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по игре в Ройго. Ребятки, всем здравствуйте! Очередная ночная серия, где мы вышли искать находки на помоечках ночью, потому что ночью самый кайф, очень приятно находить находки ночью. Сегодня у нас новый участник нашего похода, это... Угадайте, кто в комментариях, ссылочку на его канал закреплю в описании, вы его точно должны знать. Ой-ой-ой, слышите, нифига тут булочки, но они черствые, а так на вид аппетитные. Дим, тебе на кухню разделочные доски. Чего? Профессиональный кольцевой свет, топовая находка. Young Note Digital UN 308. Вот столько он стоит на Авито, ребятки, бэушный. А новый стоит вот столько. Есть на него документы, даже чехол. Аккумуляторы были в комплекте еще. Вот тут какие-то кнопки. Угу. Вот кнопка чего-то съема аккумуляторов. Но он переносной, но... Может ты там аккумуляторы найдешь еще? Обалдеть! Вот это топовая находка, ребят. Капец, я такой свет ни ка не находил. А стойка есть? Давай разрывать помойку в поисках комплекта. Мешочки. Это для акумов, наверное, мешочек. Какая интересная. О! Мы такого находили. Робот, собака-робот. О, вот это купят. Интересная находка. Дай. Сувенирное это. Это что, шоколад может или что там? Внутри бабушки какие-то. Сувенирная бутылка эльфи левобашни. И робот, собака-робот. Кстати, где кнопка включения? Ну, купят его, короче. Нормально. Барахлимся, барахлимся. Блядь. Пиздец. Ребят, чуть Мерс не вписался. Засмотрелся на кормилицу. Я вам серьезно говорю. Я смотрел на кормилицу и не увидел слева... Ой, справа был Мерседес. Жесть. Ну, вы сами видели, блин. Капец, кто-то помойку разорвал. О, метла. У меня такая во дворе похожая. Кстати, такую метлу даже продать можно. Блин, ну, это такой себе товар. Метла. Самая дешевая и ущербная. Да, шляпа. Ой-ой-ой, какие-то конфеты выпали. Прикинь. Халва, Дим. Халва. Халва ручного вимечивания. Подсолнечная, Дим. Ой-ой-ой, так тут ее много. Она, наверное, вся просроченная. Это вкуснятина, блин. Обожаю просрочку. И халву я тоже люблю. И казинаки люблю. Обалдеть, сколько халвички. Халвички. Это Димечки домой. И я сейчас подъем немножко. Димочки домой к чайку. К сладенькому. Кстати, ребят, если хотите посмотреть Димин дом, который он снял в Краснодаре, то пишите об этом в комментариях. И, кстати, у Димы сейчас живет Валя. Кстати, как тебе живется вот с Валечкой? Нормально. Есть и готовит, и то хорошо. А больше ничего не делает? А это вы уже на стриме увидите. Ну да, ребят, я в последнее время начал стримить. Но помоечки для меня всегда на первом месте. Оу. Оу. С какой стороны бы к ней подойти, к этой кормилице? Опа. Это паркур. Кстати, я сегодня семейные трусы одел. У меня вываливается кое-что из них. Очень неудобно. Особенно, когда на бак запрыгиваю, прям вываливается. Боюсь, что кто-то увидит. О, шортики. Обалдеть, ребят. Это так актуально для Краснодара. Тут такая жаришка. И тут шортики. Календжи бренд. Ну, это какие-то спортивные женские на локотнике. Дим, экипировочка под самокат. На локотник. Сейчас, может, второй найду. О, Дим, тебе не падал. И я не падал. И не хочу даже представлять это дело. О, визитница. Ребят, такой визитницы я один раз 8 тысяч рублей нашел. Вместо визитки там деньги были. Дима полез драть соседние баки. Опа, что это? 1С бухгалтерия. Конфигурация, бухгалтерия, предприятие. Это можно продать на рынке. Ребятки. Пазл Маши и Медведи. Я не думаю, что это кто-то купит. Если тут еще все эти пазленки, пазлечки на месте. Ну, можно взять на продажу. О, колготочки. Колготочки Дима все еще продает. Их все еще у него покупает. Нюхательные только надо. Ой-ой-ой, какая кормилица. Чувак, а мы ее всегда проезжаем. Я же говорил, тут есть кормилица, о которой мы не знаем. Ребят, мы сколько тут уже лутаемся и всегда эту кормилицу проезжаем мимо. Ну, давай. Я пока залутаю кормилицу. И все находки я себе заберу. Хорошо, забирай. О, продаю трехкомнатную квартиру. 69 квадратов. Так, считаем. Раз комната, два комната и три комната. Так вот же она, эта трешка. Я уже там вижу латуневый кран. Вот это сейчас будет паркур, ребят. Я как Жан-Клод Ван Дамм. Прыгаю за латунью. Латунечка сюда. Латунечка. О, кстати, Диме такой же кран нужен. А не, ну он ушатанный, блин. У Димы поломанный кран подобный. Хотя, может, этот даже получше будет. Покажу его Димону. У него реально там кран течет со всех щелей. В его доме, который он снял. О, бананчик. Мягенький очень. Как это так? О. Нифига себе. Ой-ой-ой. Ребятки. Это раковина дорогая, походу. Надеюсь, она целая. Охренеть, ребят. Посмотрите, какая раковина огромная. Она абсолютно целая. Ее только отмыть. Капец, да она топовая. Она идеальная. Она очень широкая. Такая раковина дорого стоит. Блин, хоть бери ее, увози домой. Так, вот дырочки крепления целые. Здесь все целое. Капец, да ее продать можно за тысячу рублей. Вообще спокойно. Ее с руками и ногами со свистом заберут. Зацени, какая раковина дорогая, топовая. Это тысяча рублей лежит. Может, мы ее как-то увезем? Если б я знал, что она в коробке, а так я коробку разорвал. Опа. Я здесь выжившего рака, помню, находил в этом баке, Дим. Из всех вареных в банке был только один живой, прикинь. Покажи. Чайник. Ура. Забирай домой. Диме нужен домой чайник, блин. Я рад за него. Надеюсь, чайник рабочий. О, Дим, а теперь... Дим, тут еще один чемодан. Два чайника. Офигеть, забирай все. Слышь, Дим, тут чемодан. Тебе как раз. Охренеть, какой он огромный. Чувак, он больше, чем мой. Сука, там что-то есть. Пакет с говном. Там что-то есть. Капец, ребят. Я никогда в жизни настолько огромных чемоданов в жизни не видел. Посмотрите, какой он пузатый и большой. Дим, я его себе оставлю. А, тут, конечно, такой вес, наверное, везли. Минус колеса. Но это чисто вот находки с помойки возить и все. Все равно мы его заберем. Капец, какой это багажник огромный. Что там внутри? Что-то легкое. Как будто не тряпки, а... А, ну вот. Это все надо высыпать просто в бак и забирать чемодан. О, Дима, тут еще один рюкзак. А, он драный. Блин, обидно. Ну ладно. Капец у нас. Смотрите, на одном самокате чемоданы. Сейчас будет на втором. Чемоданы очень удобно складывать, находки. Ой-ой-ой-ой-ой, кормилица. Ну уже темнеет. Ну ничего страшного. У меня есть фонарик. О, и Димочка подъехал заряженный с чемоданом. У меня вынос хаты. Смотри, коврик для толчка. Берем. Купят. Классный вынос хаты. Но это, походу, и все. О, нифига какие ведерки прикольные. Да, бери. Это для ручек. О, Дим, топовая веревка. Надо? О, аж кудишечка. О, с тайпсишечкой. Лост Мэри БМ-5000. С тайпсишечкой, ребятки. О, кормилица увозят. Куда? Ребятки выехали на ночной залуд с зимой на самокатиках. Днем в Краснодаре очень жарко, а вот ночью самое то. О, Малечке повезло. А, нет, и повезло. Почему? Нормальная сковородка. Да, она не нормальная. Она в накипи. Это не накипь. А что это? Это кухня, походу, была. Какая кухня? Это сода. Это песок. Это песок. Песок. А ты знаешь, что на песке варят? Что? Заберешь на алюминий? На алюминий-то пойдет. О, нифига, тут детская обувь спрятанная. Что там? Что? Бог в помощь у Димы написал на спине. Что там? Микрофоны. Микрофоны. А, это с переговорных столов. Прикинь, микрофоны. Да, точно, с переговорных. Обалдеть, прикольно. Тесно, продать их получится. Digital Duplex DD. DD-205. Вот такие два микрофона. DD-205. Переговорное устройство. На авито стоит вот столько. Но алюминий это бесценно. 25 размер. Это я заберу себе домой. Дочурки. О, у меня колбаса. Нифига себе, хорошенькая. Ммм, черкизово. Черкизово. Колбаска вкусная. Бородинская экстра. Вот это интересно. Что там, Дима, тебе домой? Ой-ой-ой-ой-ой. Это же вентилятор. Капец. Его выкинули только потому, что у него вот эта часть сломана. А, надеюсь, будет рабочий. Ну да, у него вот здесь не держится. И его из-за этого, походу, выкинули. Ребят, будем надеяться, что он рабочий. Это офигеть, как актуальная находка в Краснодаре. Правда, этот какой-то ноунеймовский. Никакой фирмы не написано. Ну, самый простой, обычный. Пойдет Димочке вообще от жары спасаться. А мне вот эту колбаску. Ну, она такая хорошая и пахнет приятно. О, не, чувак. Я даже шортики нашел. Найк. Черные. Дрифит оригинальные. О, так это кто-то в футбол играл. Тут гольфы. А, на коленке какие-то штуки. Не знаю, что это и как. Но я, наверное, это померяю. Вот это. Носки Найк, смотрите, ребят. Гольфы длинные. А, это тоже на коленке. Блин, прикольно. Может, я одену это. Будет как защита у меня для коленей. На самокате ездить. Вот. Но это поможет хоть чуть-чуть. Думал, что это такое. А это вот эти вот именно штуки, Найк. Это на руки одевать. А вот эти штуки на ноги. Я это сейчас все одену. Будет мне защита от падений. Какие самые штуки. Интересные кормилицы. О, что там закупорочка, огурчики. Ой, тут кто-то порылся хорошо прям. О, трубочка с маком. Не беленься? Ну, вроде как ориг, да. Но еще побегают. Рублей за сто может кто купит. Это мак или просто муравьи поели сгущенку? А это катяхи. Не, это сгущеночка. А это мак. Вот он, мак. Так она свежая. Мягчайшая. Очень вкусно. О, постельная, чувак. Это тебе. Тебе в дом. Это одеялко. Топовая, бери. Не, 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 Влад. В смысле не? Ты что гонишь? Оно сто процентов лучше, чем те, которые у тебя в доме. Офигеть. Димочки одеялко нашли. А он что-то выделывается. Это по-любому хорошее. Тут мажоры живут в этих домах. Мы в центре Краснодара. Томас Мунс пакет. Вот, чувак, те, кто покупает обувь Томанс Мунс, у них ни клопов, точно никого нет. Ю-ю, японская фирма. Это что, пальтишко? Что, неплохое, блин. На продажу вообще залетит. Такое пальто на Авито можно за тысячу рублей продать. Ого. Ой, зачем ты вылил? Что ты делаешь? Там лутаться еще, лутаться на дне. А что там за жижа? Капец, шприц огромный. Его можно забрать тебе. Забери его, что, какую-то мазуту, смазочку заливать. А, ну вот, да, пакет с обувью. О, ботиночки. А-ля Которпиллер. Ну что, целые вообще. Второй есть? Да. Смотрите, ребятки, ботинки. Вообще, как новые. Целые абсолютно. На осень, на зиму. Нет, на зиму все-таки. Только даже размер. А, 44-й. Вообще, на меня, но у меня вроде уже больше нога. Что у нас тут еще есть? О, кроссовочки, ребятки. Скетчерс. Пойдут целые. Хорошая обувь. О, токарди. Так это дорогой бренд. Подушатанные кожаные токарди. 43-й размер. Сука. Они и здесь попадают. Сапоги. Ну, это классика. Зимние. Ну, я не знаю. Я бы вот эти босоножки взял бы. Хотя не, они подушатанные. о что у ее ее день я хуй сюда это мясорубочка ребятки очень старая посмотрите какая наш пожелтела но это ценится на барахолке дай гляну ой касс ребятки красивый айкос индикации нет или сдох в хлам или нерабочий лайкос целый все в комплекте но это не от него ну ничего на нож совместима все еще отчетом за блютуз в нем от эти чашки забрал а чё не берешь вот этот блок питания nokia оригинальная вот еще интересная смотри какая тоже для андроида сотри ты хоть раз такое видел ребят посмотрите как сильно выпирает сумка по краям набили ее находками до отказа обалдеть дим теперь всегда ездить с этой сумкой она прям топовая в нее блин столько находок помещается но правда ехать неудобно будет а я чипсики ем с помоечки русскую картошечку о май кормилица у ю май какая шляпа так это бабушка купит на рынке сто процентов она еще внутри меховая обалденная блин забираю капец стиль так это комплект вот бабушка выкинула посмотрите ребят модный приговор на помоечке вот такие вот лакоцакели капец они как кобра опасные и вот такая вот шляпка топовый комплит забираем дим на продажу это комплект шляпе так вот подпишешь их вместе пристегнешь на стяжку это кто-то купит они идеально сочетаются у тяж в двери ручки нет вот ручка для двери род disease baby 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 about киури бедки калорий бетушечки побетки кормили со секретные ребятки топовая здесь топовый двор там охрана закрытый двор короче богатой помоечки посмотрим тут даже конкуренты не были их сюда просто пускать а мы взорвая залетели сюда через ворота пока открыты были. Ребятки. О, вынос хаты, вынос аптеки. Аптека. Всякие Детролекс. Так это что-то знакомое. Печень лечить или что-то такое. Я такие хавал. Очень много препаратов. Вообще я не беру такое с помойки. А раньше брал. Гексорал. Во. Еще даже есть. Да мне не надо никакие гели, ничего. Он просроченный. Годен до 21-го года. Годен до 22-го, 12-го. Гексорал надо от горла гексорал. Не просроченный. Нет? Ой-ой-ой-ой. Капец тут лекарств. Капец тут лекарств. Еще целая сумка. Охренеть. Смотри. Я просто в шоке. О, смотри. Бальзам женский какой-то. Алтайский противопростудный. Для старшего возраста чулышман какой-то. О, кепочка. О, DC. Кепочка брендовая. DC. Ух ты. Оригинальная. Вот это точно, Рик. Черная. Это для помоечки топ. Спасибо, Влад. Себе оставишь? На память забирай. Да, это от тебя будет. Да. На. О, Дима, тебе подмыхи мазать. Актуалочка. На тогда вот это. Антисептик тебе для подмышек. О, сок какой-то. Яблочный. Смотри. Яблоко Apple. Сок. До декабря 22-го года. Непросроченный, ребят. Яблочный сок. Обалдеть. В стеклянной бутылочке. Наверное, он очень-очень элитный. Сейчас буду пить. Бальзамы алкогольные вы взяли? Я же подавал. Вот алтайский бальзам. Это Валя будет пить. Бальзам мужской вот. Ребят, ты как искал? Пробую сочок в стекле. А там сока нет. Там вода. Меня обманули. Ура, кормилица. Ее техника. На тебя бусы из перца. Бусы из перца? А что на меня? На тебя, Дим. Тут мажоры живут, конечно. Это сразу видно. Вот этот сейчас улетит. О, дайте-ка я надышусь. Да-да-да-да-да, нахуй. Слава, надышался. Ну ты, блин, что это такое? Что ты делаешь, Дим? Да-да, помойка кормит. Помоечка кормит. Да, у ребятки. Очень сильно кормит меня. Радует, капец. Да, у ребятки, ставьте лайки обязательно. Потому что помоечка радует вас контентом. Вы его заслужили очень сильно, этот контент. У ребятки. У ребятки. У реби-би-би-би-бетки. У реби-би-бетушечки. У ребятки, у ребятушечки. Помоечка. Очень меня сегодня балует. Я обалдею на кормилице. И почешу вот часть них с жопой. Га себе. О, Эрсон. О, вы нас с хаты. Пакет Борг, ребят. Фирма Борг. Пакет из Борг. Обалдеть. Пакет из Лего. Обалдеть. Ребятки, обалдеть. Сколько яблок. Что с ними? Треснули они. Где техника? Мажоры выкинули. Где техника? Вау. Игрушка плита в ребятке. На продажу, конечно. Только не работает. Но продастся по-любому. Обалдеть. Целая. Что там нашел? О, лампа топовая. Еще и с креплением, блин. Хорошая лампа. Ребят, в сборе. По-любому рабочая. Там ломаться нечему. Показывай. Какие-то коробочки деревянные. Под мелочок-то нужны. Вау. О, так тут что-то есть. Всякие фигурки деревянные. Это игрушки для Ёла кто-то покупал. Такие кастомные. Самодельные. О, а вот кепочка какая-то бомжатская. Бомж носил по-любому. О, май. Ко мне тоже не лезть. У меня топовые выносы с хаты. Балетки вот. Драные, правда. О, нифига себе. Мадрид. Кто-то в Мадрид ездил. Кошелёчек вот такой прикольненький маленький. Игрушечка на продажу. Коробочка на продажу. Как много всего здесь на продажу. Книга какая-то. 111 лучших рецептов для мультивара. Куда лезешь? Я здесь роюсь. Куда лезешь, блядь? Так она повесит. Хорошая, кстати. Вон магнитик новый, смотри. Смотрите какая книга. Она такая дорогая книга. Для мультиварок рецепты. Обалдеть. Так, дальше смотрим. Тут мажорские баки мусорные. Прям мажоры живут. Видно. Бусики. Вау. Какие классные. Это я сам сейчас одену. Буду с ними кататься. Тут пахнет выносом с хаты. Верёвки надо для белья. О, сумка опять для находок. Закупорки бабушки непонятные. Что это за растение? На. Ещё топовые. И вот водочка. А, джинн древний. Древний джинн, прикинь. Почипал бутылки. Вот, набирает, ребят, коробочки для сюрприз-боксов. Заказывайте их по ссылочке в описании в моей группе ВК. Сюрприз-боксы из помоечки. С гаджетами, техникой. Дима, отойди, машина. Ребят, я просто в шоке. Отодвинул помоечку. И вы посмотрите, сколько тут тараканов. Охренеть. Охренеть. Кто-то разбил тут стекло. А кормилица вот это интересное. О, первая техника. Плиточка, которая жопа. Вырву провод на медь. Монополия. Ух ты. Так это денег стоит. Монополию за полторы тысячи можно на авито продать. Надеюсь, она в полном комплекте. Хотя что-то как-то карточек мало. Ну, может даже в полном комплекте, ребят. Нормально. Помоечка дарит прибыль. И настольные игры. Монополия. Что нашли? Вот это коллекционник. Это Олимпус. Коллекционный Олимпус. А, у него механизм выпуска. Механизм выпуска объектива. Сломан, ребятки. Смотрите, какой он. Даже картинка есть. Я урвал кэшбэк. Сколько? Нормально. Рублей 30. А деньги есть? А деньги есть? Даже в Олимпусе батарейка есть. И флешечка. На 256 мегабайт. Ну, это купят на барахолке. Рублей за 100. Это Олимпус. 3D-ручечка. Нормальная, целая. Даже кусок проволоки из нее торчит. Это положим сюрприз-бокс. Ребят, сюрприз-боксы по ссылочке в описании. Пишите в группу ВК в сообщениях. Твиттер, ребятки. Кубик твиттер. Велиттер, да. Ну, это прям надо в коробку ее-то сложить. Ребят, 3D-ручка. С коробкой фотоаппарата. А вертолетику пультик нужен. Такая вот эта кормилица спокойная. Угловая. Тут так спокойно. Хорошо лутаться. Ну, классно ты лутаешься. Пакет поднял и бросил. А вы нас с хаты даже не увидел. Вон, ты видел, что ты пропустил? Кожаную обувь. Ну да, пяточки, конечно, подустали. А так-то они дорогие, походу. Еда? Ой, взрывоопасная слобода. Ой-ой-ой, как накачанная. Вот это, может, пойдет под съедение. Вот сырки пойдут под съедение. Ой-ой-ой-ой, сырочечки. Вот, вот самый дорогой, самый классный сырок. Из свежайшего творога. Эти очень вкусные сырки. Блин, как много сырков, ребята, посмотрите. Вот эти самые классные. Коровка из кореновки. Бомба. Сейчас буду есть. По срокам они нормально еще. Не просрочено? Ну, чуть-чуть, незначительно. Можно сейчас ехать спокойно. Ну, все-то, приступаю. Первый сырок пошел, ребят. Так, а срок годности не написано у меня. Да и пофиг, в принципе. Какой шоколад сверху. Присоединяйся к нам, Дмитрий. Вот такие вот были. Вот эти где они? Вот это, может, брать. Но они просто растаяли. Обалдеть. Да, они растаяли и выкинули. На 20 августа, а сейчас, наверное, 21. 23 августа. На три дня просрочено. Бомба, бомба. Вкуснятина, вкуснятина, вкусняшка. Сдел фонарик, так уже в разы лучше. Так тут шашлык. И причем свежий. Тут шашлык рассыпанный, блин. Так он хороший. Обалдеть, ребят, топовый шашлычок. Просто реально божественный шашлык. Сухой, что ли? С костями? С костями, ну, нормально. Раденькое мясо хорошее. Это ребрышки. Это ребрышки, да. На звучку. Ой, шашлычок. Честно, ручки ополоснуть мне не в ребятки. Ребрышки обожаю. Да, соус тут точно не помешал бы. Зря Дима отказался. Поедай. Как пахнет. Очень вкусно. Я в шоке. Как можно такое выкинуть? Что тут у нас? Ух ты, какая свалочка. Что это, Дим? Перцовочка? Это контроль. Это ментовская водоперцовка была. Осуждаю. В смысле была полной. Средство самообороны. Контроль ум. Для нейтрализации правонарушителей и агрессивных животных. Средство самообороны. Контроль ум. Нормальная перцовочка. Помоечка дарит средство обороны. Опять 101 роза была когда-то. Это ж за шквар такой дарить. Ну, что это за шляпа, ребят? Мажорская помойка. Кто из Краснодара, тот поймет, что это за помойка. Не буду говорить, где она находится. Что там, Димон? Это все медь? Обалдеть. Медь, ребят, толстожильная. Трехжильная. Обалдеть. Это все медь. Тут килограмм где-то меди. Какое килограмм тут больше? Больше, думаешь? Ну, ее ж опалить еще надо. Сейчас медь примерно почти 400 рублей килограмм. Выдернуть ее из гофры надо только эти провода. И смотать вот так вот. Не, реально провода топовые. Дим, отойди ты, блин, с тротуара. У-у-у. Хотя, не, он не такой толстый. Вот этот даже толстее провода. Ребят, вы посмотрите, сколько меди в итоге у нас получилось. Здесь не обожженных проводов килограмма три. А обожженных будет, ну, два где-то.